Да, Алекс, привет. Привет. Давай я зачитаю твои регалии небольшие. Ты Рилсмейкер и делал свое творчество для таких людей, как Рита Дакота, работал с лейблом Blackstar, Джилет, Мариотт, Лексус и другие. Что такое профессия Рилсмейкер? Как зарабатывать на коротких вертикальных видео? Это твоя тема, с которой ты будешь сегодня выступать. Супер. Расскажи для начала, просто, вкратце, как ты в этом оказался? Когда ты понял, что можно достать из кармана телефон и заработать на этом деньги? Ну, в целом, об этом и будет мое выступление. Но если вкратце, то я никогда не снимал на камеру. У меня мой путь видео пришел не так, что я научился снимать на камеру и стал там крутым видеомейкером. И потом я, так как это востребовано, спустился к телефону. Нет, у меня просто сразу не было прикольно использовать на максимум возможности телефона и те основы кинематографа, те основы всего, что нужно знать о видео, применять именно с помощью того, что есть у каждого в кармане. И так как это стало очень востребовано, я основал свою школу. И когда мне люди начинали задавать вопросы, ответы на которые я не знаю, я начал прокачиваться еще больше. И благодаря этому, ну, стал снимать видео уровня, ну, такого, что не все могут отличить на камеру это или на телефон снято. А сегодня, ну, бизнесом многим, с которым я, по крайней мере, работаю, и артистом, и блогером, не так важно, на что ты снимаешь. Не так важно, даже какая у тебя там глубина резкости будет. Важно, чтобы это, например, блогерам давало охваты, бизнесу приносило бабки, продавало их товар. И самое главное, это идея, креатив, который ты внедряешь, а картинка, которую снимают на телефон, она сейчас более привычна пользователю, по крайней мере, в соцсетях. И поэтому я сконцентрировался на тех видео, которые люди выкладывают в соцсети. Да, то, что ты снимаешь на телефон, вряд ли ты выложишь на, ну, не знаю, на большом экране, в Олимпийском ты вряд ли будешь транслировать. Ну, а для соцсетей это то, что номер один востребовано, по крайней мере, сегодня. Нет, ну, мы еще немножечко поживем, мы еще посмотрим, куда это все скатится. Согласен. К чему мы придем, да, возможно, в скором будущем, это 100% вероятно, что каждый человек, которым будет доставать телефон из своего кармана, будет снимать кино, выкладывать его на площадке. Главное, чтобы была идея какая-то, и смысл в этом всем. Я так понимаю, что, возможно, это группа вопрос, но на какой телефон ты снимаешь? Не, ну это вульгарно, не груби мне, пожалуйста, зачем ты так со мной разговариваешь? Ну, понятно, что Android, что тут думать, понятно. Ну, Nokia, да, раскладушка. Я просто каждый год обновляю iPhone, все просто. И тебе вот этого качества, которое, в принципе, он дает, хватает для того, чтобы быть в тренде, поддерживать свой бизнес, и тебе для всего хватает iPhone? Ну, в целом, я считаю, что iPhone может приносить миллионы рублей в месяц. Миллионы? Да. А каким образом, если не секрет? Вот человек, я вот более чем уверен, сейчас вот здесь, вот я вижу порядка 100 человек, плюс-минус, у них где-то у процентов 70 по-любому в кармане лежит iPhone. Что им нужно сделать прямо сейчас, чтобы заработать на этом, ну, например, первые 10 тысяч рублей? Найти того, чью боль они могут решить. Ой, очень хороший вопрос. А как ты находишь вообще все в целом людей? Ну, понятно, что ты уже имеешь определенный портфель каких-то работ, к тебе обращаются люди по сарафанке, но если человек вот так вот сидит сейчас, где-то нас смотрит в эфире на online.vdmk.ru и хочет задать вопрос прямо сейчас для Алекса в прямом эфире, задавайте, вот мы его ждем. Да, что он должен сделать, какие первые шаги он должен предпринять, чтобы начать на этом зарабатывать? Мы поняли, что надо найти какого-то человека, боль, которого ты решаешь. А дальше? Решить эту боль. Ну, ты имеешь в виду, наверное, шаги до того, как ты нашел человека или нет? Да-да-да. Ну, сделать так, чтобы этот человек тебя нашел, и чтобы ты ему понравился. А скорее всего, упаковаться как рилзмейкер. То есть, если ты для себя снимаешь стильный контент, если ты для себя снимаешь что-то необычное, что-то, что человек тоже скажет, блин, я хочу. Ну, то есть, упаковаться, наверное, это самое первое. Сделать что-то для себя, покайфовать. То есть, тема моего сегодняшнего выступления будет про несерьезность. Я был здесь в прошлом году. Это обалденное мероприятие. Но мне показалось, что все очень серьезные. Видеопродукшн, видеопроизводство. А для меня видео — это творчество. И я хочу, чтобы это так и оставалось. Я считаю, что творчество — это двигатель прогресса. И когда это превращается в слишком бизнес, тогда у меня, по крайней мере, деньги уменьшаются. А когда я просто кайфую, и вот, наверное, первое, что нужно сделать, это покайфовать от этого. Воспринимать это не как бизнес, а то, что тебе доставляет радость. И когда это тебе доставляет радость, когда ты себе снял, там, не знаю, 50 рилзов, просто поржал, и что-то из них стрельнуло на большую аудиторию, что-то из них принесло уже тебе клиентов, может быть, то тогда ты этот кайф легко транслируешь и клиентам, которые готовы даже не за результаты платить, потому что гарантировать, что с вот этого рилз тебе придет столько-то подписчиков или столько-то продаж, ты не можешь. И люди все равно бьют немножко, как бы, в космос, да, там, палец, или как там говорят, выстрел в небо в каком-то смысле. Но они просто готовы за эмоции платить, которые ты транслируешь. Ну, я так понимаю, ты так и начинал, в принципе, да, ты начал снимать что-то для себя, это кто-то заметил, и вот оно пошло-поехало. Ну, в целом, у меня блог в Инстаграм, да, там почти 200 тысяч подписчиков, и у меня уже есть аудитория, и большинство клиентов приходят на блог, конечно, но и ученикам, которые у меня на курсе учатся тоже, они сначала прокачивают себя, они сначала становятся теми персонажами, с которыми хочется коммуницировать и работать. Потому что я, ну, уверен, ты в курсе, и все здесь в курсе, что те видео, которые мы делаем, это половина того, что покупают. Покупают, в первую очередь, человека, твой вайп, насколько легко с тобой, насколько ты чувствуешь клиента, а потом уже покупают продукт. А в рилзмейкерстве это даже 60 на 40. Больше важен человек и его стиль, его видение, его чувствование. Сейчас как вообще выглядит твоя работа? У тебя команда, или же ты сейчас работаешь один? Как вы это дело снимаете, как вы это дело обрабатываете, в каком виде вообще передается это клиенту? Весь путь от незнакомца до клиента, да? Хочешь, чтобы я рассказал? Ну, в целом, я команду под проект собираю, потому что я живу на Бали в основном, и я вот три дня назад прилетел в Москву, отчасти ради этого форума, потому что мне кайфово быть в таком окружении, я здесь хочу московскую команду тоже сформировать для съемки и рилз, и не только рилз. И, ну, в основном обращается, например, бренд, я не знаю, ювелирных изделий. Или ко мне священник обратился. Серьезно. Я сегодня буду рассказывать, приходи, это будет смешно. И прям священник готов был платить за то, чтобы... Священник заплатил, и привез нас в Ригу, и разместил, и сделал шенген. Ну, это сделала армянская диаспора, это армянское священник. Ну, неважно, это долгая история, сегодня как раз будет об этом. Но суть в том, что за два дня нашей работы мы ему принесли 15 тысяч живых подписчиков с помощью рилз, без вложений. 15 тысяч. 15 тысяч. То есть мы за два дня сделали контент, который он выкладывал целый месяц. По итогу месяца, когда был выложен последний рилз, 15 с половиной тысяч подписчиков у него было. И после этого, как бы, ко мне начали обращаться люди. Блин, это очень круто. Ну, во-первых, конечно, очень странный клиент. А что нужно вообще священникам сейчас в соцсетях, я не могу понять. Он в Латвии живет, и у него была проблема. В Европе жесткий локдаун был, вот это был декабрь. Ну, то есть никто не выходил на улицы, в церковь никто не ходит. И поведал онлайн, да? Единственный способ достучаться до своей аудитории, да, с словом божьим, это соцсети. А он харизматичный, и он понял, что самый лучший инструмент, сейчас посты уже не заходят, да, сториз там смотрит, там маленькое количество твоей же аудитории. А как сделать так, чтобы на тебя обратили внимание массу, это рилз. И ему нужен был человек, который может помочь. И кто-то из его армянской диаспоры вышел на меня, и вот так, собственно говоря, мы полетели в Ригу. Ну, в целом, профессия звучит, рилз-мейкер. Ключевое слово в этом рилз. Почему именно рилсы? Почему не как... Ну, ладно, уже понятно, почему не тикток. Но в целом, когда ты... Ну, ты же этим давно занимаешься, тикток в этом стоял рядом. То есть был же запрос на съемку тиктоков. Есть всегда запрос на съемку рилсов. Почему не обычные посты? Почему не другие соцсети? Почему именно рилс? Все хотят рилс. Спрос рождает предложение. Почему ты так думаешь? Ну, почему именно рилс сейчас стреляет? Почему я думаю, хотят ли все, или почему они стреляют? Ну, это двойной вопрос. Почему ты говоришь, рилс хотят все? То, что хотят все, это я так не думаю. Это, ну, жизнь. То, что, ну, действительно, иногда предлагаешь по рекламной роли хороший, дорогой, и люди говорят, да нам бы каждый день что-то выкладывать. Я тоже столкнулся с этой проблемой. И как бы, вот, и я прорабатывал, можно сказать, психологически эту боль, что хочется творить искусство такое, которое, типа, на века, а люди говорят, да нам вот каждый день постить, чтобы клиентов привлекать. И ты такой, ну, ладненько, попробуем. И вот, ну, вот это полгода назад началось, и вот сейчас он только развивается, несмотря на то, что сам Инстаграм, да, как бы, я не знаю, тут надо говорить, что он там признан инстремистской организацией, но он, ну, как бы, на костылях работает в России, но тем не менее, формат коротких видео, то есть рилс, то есть тикток, это одно и то же по факту, тот же самый формат коротышей, он перешел во все соцсети, то есть в YouTube это YouTube Shorts, в, как он там называется, в ВК это ВК клипы, в Яндекс.Зен это ролики, Яндекс.Зен, тикток, ну, тикток, и можно, как многие блогеры делают, выкладывать один ролик, сделать один ролик, а выкладывать его везде, и везде приходит аудитория, подписчики переливаются из соцсети в другую соцсеть, и по факту одна работа делается на шесть разных платформ. А как вы это все дело обрабатываете? Ну, то есть, допустим, мы наснимали какого-то контента, тебе это надо как-то упаковать во что-то одно, какими программами, возможно, ты пользуешься, поделись, как происходит монтаж. Просто, ну, я оператор-постановщик, типа, я снимаю прям вот, когда вот это вот ты говоришь, все серьезно, это вот мы сначала мороженимся с препродакшеном, а у меня друг, ну, в принципе, я с ним живу вместе в одной квартире, мы снимаем, он занимается непосредственно тем же, что и ты, он рилсмейкер, и когда я слышу, что он приходит на работу... Я вижу только иронии в твоем голосе. Нет, это не ирония, это вот просто вот вдумайся. Вот мой процесс съемочный, это вот, например, там одна смена, 10 часов, плюс какие-то переработки, чтобы прям на итоге мы получили какой-то рекламный ролик 30 секунд, да? Да, там все красиво, да, там построен какой-то мир, но я за вот эти вот, как бы, часы получаю одни деньги. Мой кореш говорит, что он приходит на площадку, 15 минут снимает, едет обратно домой на такси, в такси 15 минут монтирует, и ему хватает контента на две недели, чтобы вот просто сидеть и постоянно выкладывать что-то для клиента. Мне кажется, про 15 минут он пиздит. Но часа два... Запрещенные слова, запрещенные. Часа два, часа два, наверное, занимает. Ну, мы снимаем 20 сериалов за два дня. Там, возможно, конечно, качество, как бы, ты же привык делать просто качество, наверное, и у тебя определенный подход, а он за 15 минут как бы делает деньги. Ну, мы снимаем обычно за два дня где-то 20-30 риллс. И сегодня я буду говорить о том, как на рилл зарабатывать 100 тысяч в день. Вот таким образом. 100 тысяч в день, 30 дней в месяц, 365 в году. Ты кто такой вообще? У тебя должна быть масочка из Инстаграм с формулами, да? Да, но это очень... Во-первых, это звучит очень громко. Во-вторых, это же можно будет послушать на твои лекции, правильно? Для того, чтобы, если вы вдруг оказались на этой трансляции и не понимаете, как послушать человека, который у нас будет выступать, заходим на online.vedmk.ru. Еще можно купить билеты как присутствовать здесь, так и посмотреть онлайн. Да, мы продолжаем. Давай про монтаж. Ну, смотри, я так понимаю, у тебя был вопрос. Вот мы типа что-то наснимали, и потом из этого мы думаем... Да, ты монтируешь. Даже больше интересно, вы сначала продумали все, например, 20 роликов, которые вы за два дня снимете, прям, или же это какая-то куча материала, где вы набираете и потом с этого что-то монтируете? Да, секрет всего заключается в подготовке. То есть я придумал таблицу, таблицу ReelsMaker, да, которая разделяет контент на несколько категорий. Потому что каждому бизнесу, каждому блогеру не нужен однотипный тупорылый контент с трендами. В принципе, как у любому клиенту. Да, 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 да. И он хочет видеть разноплановый, который будет воздействовать на один вид людей, на другой вид людей и так далее. И чтобы снять все быстро, а не тупить, типа, так, что вном еще придумать, давайте полистаем референсы. Но это было бы максимально унизительно. Мы изначально созваниваемся, изначально понимаем, что нужно людям. Лучше всего это делать... Ну, я тоже буду говорить сегодня в связке с маркетологом. И мы в эту таблицу заносим все референсы, которые мы повторяем. И я прописываю, как мы каждую идею адаптируем под конкретного заказчика. Я прописываю, под какой трек это будет все, что для этого нужно. Прямо даже с музыкой все сразу решается. Да, сразу же. Но музыка это трендовая, которая сейчас вот это вот стреляет. Там много темплейтов сейчас в Инстаграме, в Reelsof выкладывают, что три секунды этот кадр, потом по секунде вот эти вот все кадры. Ну, нет, темплейты я не люблю. Ну, короче, музыка трендовая в основном, потому что Reels это другой подход. Тоже, блин, не буду сейчас всю свою лекцию пересказывать, которая сегодня будет. Но, да, в основном трендовая музыка. И по факту Reels уже готовы до того, как мы приехали. Все, есть идея. Ну, если что-то мы адаптируем по-своему, да, под священника, ну, мы вряд ли искали референсы Reels зов священников. Странно было бы, да? Поэтому мы берем какие-то вообще из другой ниши ролики и я указываю. Вот здесь мы вместо там чего-то делаем там что-то про священника. И все. И когда мы приезжаем у нас, все это остается только снять. И, да, можно, в принципе, по дороге в такси. Я вот про монтаж, я согласен. Это делается уже супер быстро, потому что это просто вишенка на торте, где ты склеиваешь то, что ты наснимал и все высылаешь. Я часто высылаю в тот же день уже половину. Ничего себе. А это прямо на телефоне монтируешь? Снял на телефоне, смонтировал на телефоне? Да, всегда. У тебя всегда с собой фактически твое устройство, которое... Только телефон, да. Кошмар. Есть вопрос. Слышала, что сейчас возможно... Нам Соколова Дарья задает. Слышала, что сейчас возможности камеры бывают даже лучше, чем у андроидов, чем у айфонов, но на iOS больше софта для съемок, монтажа, сценария и прочего. А вы как считаете, что выбираете и почему? Я за айфон. Ну, строго. Тут, конечно, технические показатели на цифрах... Ну, я не технозадрот, я не знаю, это запретное слово или нет, но есть люди практики, а есть люди теоретики. И вот теоретики, которые говорят, андроид, там мегапикселей больше, камера лучше. Я смотрю даже сториз людей, которые на андроид снимают. Ребят, не кидайте в меня помидоры, да, я не знаю, две камеры у нас. Я точно верю, знаете же, я точно верю в такую штуку, что можно купить какой-то самый навороченный андроид и там по ручным настройкам там типа можно выстроить идеальную экспозицию, чтобы был прям очень жирный, сочный кадр. Это, наверное, сто процентов. Но как бы айфон, сам понимаешь, достал в любой ситуации, а он тебе выдаст приемлемый контент. Я считаю, что все дело вкуса, если нравится андроид, то можно хоть на пятый айфон снимали рекламу Бентли. На пятый айфон. И классный ролик, до сих пор смотрится обалденно. Можно хоть на холодильник, мне кажется, снять, если там была бы какая-то камера. Веб-камера, да. Да, но хоть на этот покетбук, на электронную книжку можно снять. Но было бы желание. Вопрос, что больше нравится. И я знаю, что приложения для монтажа адаптированы лучше для айфона. То, что сами соцсети делают в основном приложения сначала на айфон, но потом делают уже там просто, чтобы закрыть эту потребность на андроид. Это тоже о многом говорит, что соцсети адаптированы к айфону. Как минимум Инстаграм 100% лучше адаптирован к айфону, потому что, я же говорю, качество сториз, когда смотришь от людей с андроидом, сразу как-то видно, почему-то, но видно, маленькие детали, какие-то квадратики, странное качество максимально. Текстилизация, да, я согласен с тобой, я тоже. Вот я могу, наверное, из 100 роликов прям выбрать все, которые будут сняты на айфон и андроид. Ну да, и у нас на курсе мы показываем, например, и для андроид, и для айфона, да, как там, что делать, но владельцы андроид, они говорят, блин, мы сейчас возьмем клиентов, накопим на айфон и будем снимать на айфон. Ну, не знаю, почему так. Я просто не пробовал прям долго снимать на андроид. Я что-то делал, то же самое, в принципе, но в удобстве, в стиле мне больше нравится все-таки на яблоке. Продолжение следует...